Драгоценная церковь 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 И правда так легко было учить Вы видели, я у Юлии микрофон Который был, не мог забрать микрофон Она как и говорила, и говорила, и говорила И это Потому что многие думают, что Знаете, это только от проповедника зависит Или от спикера зависит Это тоже зависит еще и от почвы Иногда ты приезжаешь И когда-то из тебя просто тянут И тянут, и тянут И иногда какие-то вещи говоришь И ты их не планировал говорить И ты даже не знал, что ты их можешь говорить И ты даже не знал, что они у тебя есть но вот этот голод и вот это приятие, оно из тебя вытягивает, ты сам говоришь и удивляешься, ух ты, слушай, я еще и это знаю, поэтому спасибо вам за то, что были внимательными слушателями, те, которые были и те, которые не были, и те, которые смотрели нас по видео, по онлайн, есть разные технологии, разные возможности, но слава Богу, те, которые не видели и у вас не получилось вообще невоссуждение вам, посмотрите, посмотрите, оно хуже не будет, семья это дело такое, интересно, что я увидел, что мы часто, нас обязывают проходить техосмотр наших автомобилей, там каждый 10 тысяч километров, 15 тысяч километров, но мы вообще, живешь всю жизнь и ни разу ты его не делал, своего брака, вот поэтому он там скрипит, постукивает, ломается, там трещит, надо время от времени, знаете, как-то спускаться и делать такую инвентаризацию, о, а вот это уже пережитки прошлого, а вот это нам нужно оставить, это уже старое, это нужно выкинуть, так уже никто не живет, так уже никто не верит, а вот этого нам не хватает, этого нам добавить, поэтому это хорошо, если куда-то инвестировать, то инвестируй в любовь, инвестируй в семью, это самая выгодная инвестиция на земле, Поэтому ты никогда не прогоришь, инвестируя в отношения. Потому что для меня христианство, одним словом, это отношения. Отношения с Богом и отношения друг с другом. Я уже вчера говорил об этом, и вот мы в этом контексте пойдем сегодня, я такое сделаю, специально выбрал такую проповедь, некую резюме. Она как бы и про брак, и не про брак, она про жизнь, и про все. То есть вообще многие принципы, которым ты учишься в семье, это замечательные золотые принципы, которые помогут тебе и в повседневной жизни в отношении с рабочими, в отношении с коллегами, со служивцами, соседями и с людьми, с которыми ты соприкасаешься. Я уже говорил вчера этот пример, но мне очень нравится. Однажды Иисуса спросили, что самое главное в жизни, или что самое главное в твоем учении. Вот Иисус, ты так много проповедуешь, учишь, притчи рассказываешь, там, на горные проповеди проповедуешь, истории рассказываешь. А если вот все твое учение взять и объединить, компилировать, вот изжать до одного-двух предложений. Вот двумя словами, о чем эта жизнь, о чем ты нас учишь, чему ты хочешь, что ты нам хочешь передать, чему ты хочешь нам научить, что самое главное вообще в Писании, в законе. Вообще в то время раввины друг другу давали такой челлендж. Можешь ли ты вот свое убеждение высказать, стоя на одной ноге? Смысл был в том, что, знаете, некоторых так трудно получить, вообще во что ты веришь-то? Ой, это сложно. Это долго. Это надо список. Ой, садись, сейчас буду рассказать. Я сам толком не знаю, за что. Ну, это очень долго. Это очень сложно. И смысл в том, что если ты не можешь двумя предложениями сказать свои убеждения, сказать свою веру, то эти убеждения, может быть, не стоят до дорогого. И поэтому вот к Иисусу вот эти раввины друг другу используются. А можешь вот всю свою веру сказать в двух словах? Стоя на одной ноге. Он говорит, легко. Возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей крепостью твоей, и возлюби Бижнего своего, как самого себя. И поставил вторую ногу. Говорит, ребята, самое главное в жизни – это любовь. В Богу и любовь к людям. И если ты прожил свою жизнь и не выучил этого самого главного урока, как любить, ты упустил что-то очень и очень важное. Знаете, так бывает обидно. Прожил жизнь, а любить не научился. Нет, водить машину научился, деньги зарабатывать научился, еще что-то научился, а главное в жизни пропустил. Ты не умеешь любить. Не знаешь, как любить Бога, и не знаешь, как любить ближнего. Не знаешь, как любить людей, и не знаешь, как любить Бога. А для чего эта жизнь? Заметьте, Богу было бы гораздо безопаснее брать нас на небесах, как только мы сказали, Иисус Христос, Ты мой Господь. Ну, как бы есть гарантия, что не станешь отступником, что ересь не выдашь. Ты сказал, Иисус Христос, Ты мой Господь, исповедуй Тебя Господь, раз и на небесах. Но почему-то мы живы сегодня, почему-то мы дышим сегодня, почему-то мы проснулись сегодня, наши глаза открылись. Для чего? Я думаю, что продолжать учиться этому самому главному уроку любви. Проблема с этой любовью, я тоже вчера говорил, что это такое размытое слово. Люблю, люблю, люблю вас. Чего значит, непонятно. Особенно в русском языке у нас любовь там. Люблю собак, люблю пельмени, люблю жену, люблю детей. Все одним словом, люблю. Отличается то, как ты любишь пельмени, как жену. Ну, наверное, должно отличаться. Люблю рыбок, в смысле, любишь разводить, любишь есть, любишь, то есть, ну, люблю. И интересно, когда мы наблюдаем за жизнью Иисуса, я никогда не видел, чтобы он приезжал в какой-то город, и говорил там, он приходит там в Иерусалим. Люблю тебя, Иерусалим. У меня зять мой долгое время работал там с Николаем Басковым, а Николай Басков куда не приезжает, он все время так говорит там, Самара, люблю тебя. Нижний Новгород, люблю вас. Что это значит, никто не знает? Ну, как бы выглядит здорово. Люблю вас там, люблю. И мы можем бросаться такими словами. Люблю вас, люблю вас, посольство Иисуса. Люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. А что это значит? Ну, просто слова красивые. Как тебе приятно, мне приятно. Но Иисус никогда не приезжал там в Капернаум. Говорит, Капернаум, люблю тебя, Капернаум. Галилея, обожаю тебя, Галилея. Как-то слова Иисуса подтверждались его делами, что ли. И он, когда он любил, это было отношение, это было какое-то поведение, это были какие-то глаголы. И сегодня я хотел бы показать вам одну историю священного Писания. История очень типичная. Эта история в разных вариациях повторяется во всех Евангелиях. В каком плане? Не именно эта история, а ты видишь, что Иисус примерно так поступал в отдельных ситуациях, в отдельными людьми, с разными обстоятельствами. Но вот эти шаги, вот это поведение, вот это отношение, оно было везде и всегда. Матфея 20 глава, с 30 по 34 стихи. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов». Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов». Иисус, остановившись, подозвал их и сказал, «Чего вы хотите от Меня?» Они говорят Ему, «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним. Я уверен, то, что нужно Нижнему Новгороду сегодня нашим родным, близким, которые еще не знают Его, если мы молимся за пробуждение, молимся за благовестие, за евангелизацию, чтобы люди пошли за Иисусом, я верю, когда народ сталкивается, люди сталкиваются с, безусловно, любовью Христа, ты не можешь не пойти за Ним. Людям нужно сегодня как-то пережить эту любовь. Людям нужно, написано, они, когда соприкоснулись со Христом, они за Ним пошли. Сегодня я часто слышу, как люди жалуются, «Да, люди уже некие». А помнишь, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, француза молода была. Да, вот были люди в наши девяностые. О, вот там только люди шли за Христом, им так важно было. Люди любили, люди слушали Евангелие. Но знаешь что, люди ничего не поменялись. Как людям в 90-х нужен был Бог, так людям в 2000-х нужен Бог, так людям в 2021-м нужен Бог. Людям нужен Бог всегда. Проблема не в том, что им не нужен Бог. Проблема, что они не соприкасаются с этой любовью Христа. И мы должны являть эту любовь Христа. Библия говорит, любовь до того совершенства достигает в нас, что мы поступаем в этом мире как Он. То есть мы призваны вести себя как Он. И я хотел бы, я назвал сегодняшнюю проповедь так. Любить, как любил Иисус. И вот в этом отрывке я выбрал пять глаголов, которые мы видим. И эти глаголы повторяются всякий раз, когда Иисус соприкасался с людьми. Всякий раз, когда Он входил в какой-то город. Всякий раз, когда кто-то к Нему обращался или не обращался. Когда Он останавливался. Знаете, написано, Иисус услышал, Иисус остановился, Иисус посмотрел, жалившись, да? Иисус спросил, Иисус коснулся их. Пять принципов, важных для жизни, чтобы любить, как любил Христос. Первое написано, Иисус их услышал. Любовь всегда начинается со слышания. И хочешь научиться любить, научись слушать. Вот чем лучше слушателем ты станешь, тем лучше у тебя получится научиться любить. Заметьте, представьте картину. Иисус входит в город, идет по улице. Его окружают толпы людей, кто-то его дергает, кто-то его касается, кто-то задает вопросы, кто-то просит помолиться. Вокруг него жизнь. На обочине сидят двое слепых и кричат, Иисус, сын Давидов, помилуй нас, Иисус, сын Давидов. Знаешь, их затыкают. Замолчите, не отвлекайте учителю, у него серьезные семинары. У него серьезный Рави пришел к нам там. Заметьте, у нас есть какое-то странное верование или понимание, если боль заткнуть, то она куда-то денется. Правда же так бывает? Ну опять, ну не начинай. Все, давай прекращай. Давай не будем об этом. Прекращай, говорю тебе. Хватит. Хватит. Не будем это говорить. Ну что ты опять включил это? И ты думаешь, заткнул ее и победил. Я тебя умоляю. Боль, если ее заткнуть, никуда не дается. Она не прекращается, она становится только сильнее. Написано, они еще громче начали кричать. Они еще громче начали вопить. И способность услышать боль. Способность. Потому что, друзья мои, мы сегодня живем в обществе, где миллионы людей чувствуют себя на обочине. Кого-то уволили, кого-то сократили. Они, может быть, не кричат, как те кричали там. Иисус, сын Давидов, помилуй нас. Но они сегодня через Инстаграм кричат, через Твиттер кричат. Знаете, несколько лет назад какое было слово года? Слово года было селфи. Для меня селфи, это слово равняется одиночеству. Когда ты сам себя сфотографировал, сам себя разместил, сам ждешь лайки от людей, которых ты не знаешь. Люди сегодня кричат. Люди говорят, эй, я один. Ты работал, был в центре событий. Такой был важная личность. Был так по имени, отчество называли, потом пришел пенсионный возраст. Тебя позвали, подарили часы, чтобы ты смотрел, как дальше жизнь твоя будет проходить. Тебя отправили на пенсию. И вдруг ты из центра сместился на обочину. И есть такие безмолвные крики, невербальные крики, где люди кричат, мне больно. Знаете, Йо в 19 главе 17 стихе говорит, и хотя я кричу, что боль моя не заслужена, я не нахожу ответа, и хотя я о помощи молю, все равно справедливости. Нет, друзья мои, многие сегодня чувствуют себя именно так. Понимаешь, и одно из самых сильных переживаний в жизни, это когда тебя не слышат. Я не знаю, сколько десятков, сотен консультаций я провел, когда люди приходят, говорит, пастор, он меня не слышит, как от стен у горох, не слышит. Вот не слышит меня. Или, пастор, она меня не слышит, сколько раз я ее просил так не делать, сколько раз я просил так, но она меня не слышит. Они говорят, они приходят, дети меня не слышат. Мы им говорим, не делайте, нас не слушают наши дети. Дети, другие говорят, дети приходят, говорят, наши родители нас не слышат. Вообще, что-то со слышанием очень странное, если бы мы просто научились слушать друг друга. Знаете, в одной книге второзакония слово «слушай, Израиль» говорится 92 раза. Самая главная молитва вообще в иудаизме, знаете, какая? Шма, Израиль. Израиль. Шма, это слушай, научись слушать. Если ты только научишься слушать, ты даже не представляешь, сколько болей ты можешь избежать. Понимаете, если бы родители слышали детей, а дети научились слушать родителей, если бы муж слушал жену, а жена слушала мужа, если бы церковь научилась слушать пастора, а пастор научился слушать церковь, то мы в раю уже давно жили. Слушать. Интересно, знаете, из две древние цивилизации, которые столкнулись однажды, это еврейская цивилизация, древняя цивилизация и греческая цивилизация. И греки, они всегда делали ударение на видение. Они, а греки что изобрели? Греки изобрели театр, театр, все, спектакли, театры, все. Вот эти греки изобрели олимпийские игры, стадионы, все, смотри, греки, потом дали хлеба, и что там? И зрелищ, хлеба, и то, что ты видишь, что правда. Вот эти пословицы нам от греков достались. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Мы поклоняемся видению. Даже в английском языке, я тоже переводчик по совместительству, там, если ты хочешь сказать, что я понял, ты говоришь, окей, I see, я вижу. Все, не надо объяснять. Я увидел, значит, я понял. Если я увидел, значит, я понял. I see, все, не правильно, I see, я вижу. Евреи говорят, ничего подобного ты не видишь. Самое главное, вера приходит от слышания. Все видимое временное. Все невидимое вечное. Научись слушать, научись слушать, учись слушать. Это больно, когда тебя не слышат. Когда Бог к нам обращается, Он говорит, я невидимый, но ты можешь меня слышать. И через то, что ты можешь меня слышать, ты можешь меня видеть. Но если ты видишь невидимое, если ты научился меня слушать, так важно учиться, потому что любить это слушать, слушать это любить. Одна из вещей, которые Бог пытается донести до нас через все Писание, Он говорит, ребята, ты можешь во многом не понимать меня, можешь во многом сомневаться, некоторые вещи ты не можешь понять в Библии, откуда эти великаны были там в бытие, был ли до Адама кто-то или не был до Адама, но в одной вещах не сомневайся никогда, я всегда тебя слышу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, когда ты вверху и когда ты внизу, когда тебе хорошо и когда тебе плохо, когда пастор уехал в отпуск и когда пастор дома, я всегда тебя слышу. Когда лидер домашней группы берет трубку или не берет трубки, ты можешь позвонить мне всегда, воззови, я услышу. Яков говорит, ребят, проблемы у вас, да? Проблемы? Не имеете, да? А что не имеете? Да потому что не просите. А не просите почему? Да потому что не верите, потому что я слышу. Почему на молитвенные собрания приходит меньше, чем на воскресные собрания? Да потому что не верите, что я слышу. Но одну вещь ты должен знать обо мне, я тебя слышу всегда. Не позволь никому убедить тебя, что я тебя не слышу. Я слышу, когда ты наверху и когда ты внизу. Я тебя слышу. Давид писал в 17-м салме, из тесноты моей, 17-7, в тесноте моей призвал Господа к Богу моему возвал, и он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Почему? Почему Бог тебя слышит всегда? Потому что Он тебя любит. Потому что любить – это слушать, а слушать – это любить. Это слова-синонимы. Любовь начинается со слушания. А ты слышишь тех, с кем ты живешь, с кем ты общаешься, с кем ты работаешь. Они могут невербально говорить тебе, они могут говорить тебе другими способами, иногда он просто злится, и он злой не потому, что он злой. Он злой потому, что он живет в страхе, потому что он расстроен, потому что у него есть чувство вины. Как любить лучше мужа? Как любить лучше жену, своих детей? Научись их слушать. И слушать не только слова, а слушать состояние. Потому что со словами есть проблема, мы не всегда имеем в виду то, что мы говорим. Обратили внимание? Когда такое говоришь, ты вообще не имеешь в виду. Она тебя вывела, ты говоришь, я тебя никогда не любил. Никогда у нас хорошего ничего не было. Ты всегда такой. И ты не имеешь в виду, что она всегда такая. Но она достала, и это надо было как-то сгущать краски, обустрять углы, как бы давить на точки. Ты всегда такая. Ты говоришь, ну не всегда, конечно. Тут я загнул. Я никогда не считал, что ты всегда такая. Я просто наговорил, потому что ты меня достала. Было такое. Ты не всегда говоришь то, что ты думаешь. Но ты всегда чувствуешь то, что ты чувствуешь. И когда ты цепляешься за слова. Пастор, он такое про меня сказал. Никогда эти слова не забуду там. Ты никогда не даешь до сути вопроса. Но когда ты услышишь боль. Когда ты услышишь вещи, тогда вещи меняются. Заметьте, все слышали шум там. Не отвлекай учителя. Не отвлекай учителя. Иисус был способен услышать боль. Способен ты услышать боль. У нас проблема какая? Когда мы слышим какую-то боль, нам хочется канал переключить. Потому что нам нравится слушать только то, что нам нравится слушать. То, что нам приятно. То, что как ты. Ты слышишь боль и переключаешь канал на тех, которые говорят только как ты. Но иногда нужно научиться слушать, когда ты с чем-то не согласен. Когда что-то тебе не устраивает. Если ты действительно хочешь научиться любить. Почему у нас здесь не получается? Потому что, покуда они ходят, как ты им говоришь ходить. А когда у него свое мнение, еще я буду выслушивать его мнение. И что я там не слышал? Так, пока ты живешь в этом доме, слушай сюда. Никто тебя слушать здесь не будет. Но научиться слушать, это научиться любить. Знаете, великий Соломон сказал так. Он сказал, это притча 20 глава 12 стих. Бог дал нам глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слушать. Великое наблюдение. У меня один вопрос с Соломон. Что про рот ничего не сказано? Только про уши и про глаза. Вообще, вам не казалось странным, что Господь дал тебе два уха и один лишь рот? Зачем? Почему не два рта, а одно ухо? Наверное, маленький намек. Чтобы по меньшей мере в два раза больше мы слушали, чем говорили. Интересная вещь, что я не так давно читал одну статью про лягушек. Почему, и там вопрос был такой, почему лягушка может всю ночь квакать, и ей не додает ее кваканье? Слышишь, говорят, что лягушки могут всю ночь квак, квак, квак. Оказывается, их слуховой аппарат устроен так, что когда она квакает, она сама себя не слышит. И я подумал, так напоминает многих христиан. Мы так много говорим, что мы не способны слушать. Иногда нужно просто закрыть свой рот и просто послушать. Потому что если ты способен прислушаться, научиться слушать, ты научишься любить. Притча 21 глава, 13 стих, тот же Соломон пишет, говорит, Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, то ты сам будет вопить и не будет услышан. Там маленькое предупреждение, говорит, эй, если ты прожил свою жизнь и так и не научился слышать боль других людей, придет момент, когда тебе нужно будет быть услышанным, и тебя никто не услышит. Это мы говорим, меня никто не слушает, меня никто не слушает, меня никто не слушает. Почему? По одной простой причине. Ты не научился самому главному уроку любви. Любить это слушать, слушать это любить. Любовь начинается с ушей. Вторая вещь. Когда ты услышал боль, остановись и перестань делать то, что делал в данный момент времени. А то, что Христос сделал, написано второе. Он остановился. Он услышал и остановился. Я столько разных книг прочитал, проповеди прослушал, про разные шаги, важность шагов. Пять шагов к отвеченной молитве, восемь шагов к посту и молитве, девять шагов к преуспеванию, десять шагов к счастью семейному. Я думаю, что я захотел написать книжку остановки Иисуса. Кому и чему Иисус позволял себя останавливать? Интересно? Ты видишь, Иисус был очень занятый человек. Он был человек с миссией, он был человек с направлением. Сколько раз его пытались останавливать. Иисус, останься здесь, построим синагогу, будешь главным раввином. Давай царем тебя сделаем. Говорит, не, не могу, я должен идти, я должен, я на пути, я стремлюсь. Люди охотились за ним, люди преследовали его. Люди, одни хотели убить его, другие хотели воцарить его. То есть, но ты видишь, этот человек, этот Иисус, этот Бог, постоянно останавливался. Его постоянно перебивали. Его постоянно кто-то дергал, его постоянно кто-то останавливал. Кто на дерево залезет, его остановит. Кто его, сцепится за него, кто его уговорит там пойти, помолиться за дочь. Я уже больше 30 лет служитель. И знаете, что я понял за эти 30 лет? Если я хочу, чтобы Бог меня использовал, я должен привыкнуть к тому, что меня будут останавливать, перебивать и вмешиваться. Федор меня так хорошо представил, что я пастор церкви Слова Жизни, город Москва там. И есть некоторые вещи, за что церковь Слова Жизни известна. Мы такие очень организованные, мы на шведы начали, они такие, у нас, мы очень любим чек-листы. Мы очень любим расписание, мы любим вот эти вот каундауны, там такие вот эти все, вот эти вот, все вот эти, там что, сколько, все по секундам там, там там. И я за, я за порядок. Особенно, когда три собрания, я не могу там остаться, если бы я все еще проповедовал на первом собрании, вы бы не зашли сюда, да, то есть. Но я за порядок, за дисциплину, за дистанцирование, еще что-то. Одно я понял за 30 лет. Бог не приходит по календарю. И Бог не приходит по чек-листу. Вот нельзя в этом чек-листе написать. За 15 минут до конца собрания Бог придет. Ты не можешь его запланировать. Ты не можешь его запланировать на конференции, ты не можешь его запланировать в песни. Ты не можешь... Он как-то приходит, и, как правило, когда он приходит, он приходит вот в этих остановках. Посмотрите, 90% чудес Христа. Это... Его кто-то останавливал. Он ушел, его останавливали. А если бы он не остановился? А если бы он не услышал? Не было бы этой истории. Никто бы за ним не пошел. Они тогда и остались на обочине жизни, проводя ужасную жизнь. Слава Богу за эти остановки. Когда ты услышал, остановись. Почему, друзья, важно останавливаться? Потому что самый большой враг милости – это не злость. Мы все добрые люди, мы все хотим добра. Самый большой враг милости – это занятость. Мы слишком заняты. Мы заняты друг для друга. Мы заняты для своих детей. Мы заняты для важного, срочным. И мы бежим в этих красивых бегах. Бежим по кругу. Делая что-то. Это ненавистное слово. Нету времени. У нас нету времени помолиться вместе. Нету времени пообщаться. Нету времени выслушать своих детей. Мы слышим боль, и мы бежим дальше, надеясь, что оно с собой решится. Слушай, это не любить, это останавливаться. Твой ребенок пришел со школы и говорит, пап, надо мной в школе издеваются. Он поделился своей болью. Что ты делаешь? Можно отмахнуть, сказать, хе-хе, ты не знаешь, что такое издевается. Врежь. Что ты представляешь ерундой? Ты не видишь, я занят. Ты не видишь, я опаздываю. Это не любовь. Знаешь, что такое любовь? Ох ты, тебя-то беспокоит. Давай поговорим об этом. Пап, ты ж бежал. Уже не бегу. Ты ж торопился. Почему? Я учусь любить. Потому что я знаю, что в этих остановках Бог показывается. Самые большие мои переживания Бога, это не были на конференциях. Это не были на стадионах. Это не были еще где-то, где я сам участвую в этих конференциях, сам проповедую на этих стадионах. Это не было, где великие мужи Божьи приезжали. Это было, когда я с сыном закрывался. Он делился со мной болью, а я закрывался. И мы разговаривали. Пять минут, десять минут, двадцать минут. И Бог приходил. Потому что Бог в этих остановках. Когда с женой у нас какие-то накалы были. И она делилась своим сердцем. Мы говорим, окей, хочешь об этом поговорить? Давай поговорим. И мы останавливались. И Бог приходил. Так, как ни на какой конференции не приходил. Самые большие чудеса в моей жизни были. Знаете, когда? Вот в этих остановках. Да, я проповедую вам сегодня, там говорю. И Бог тебя касается. Но знаешь что? Когда ты готов останавливаться где-то. Я помню. Это был 91-й год. Был большой поезд. Одно из самых больших чудес. Оно получило продолжение, потом дальше. Но у меня нет времени об этом рассказывать. Был такой поезд. Эти же самые шведы, про которых я вам говорю, которые все организовывают. Они организовали комсомольский поезд. Был такой пропагандический поезд комсомольской правды. И они его арендовали. И на него мы сделали его поездом Евангелия. И он поехал от Абакана до Хабаровска. Так я еще в Абакане жил. От Абакана до Хабаровска. И мы его там 14 вагонов набили всякими разными гуманитарными штучками, евангелями. И ночью он ехал. Утром приезжал в другой город. Мы там останавливались. Ходили там группой проповедовали. Приглашали на богослужения. По вечерам снимали какой-то зал. Конгустов проповедовал. Люди каялись. Мы начинали там церкви. И так вот от Абакана до Хабаровска 14 городов. И я помню, меня на этот поезд не взяли. Я туда тайком пробрался. Потому что там только команду прославления взяли. Я тогда еще не был переводчиком. То есть я прокрался тайком. Спрятался у девчонок, у наших прославляющих на третьей полке. И на второй день только вышел из поезда. Говорю, Каргустов, вот там вышел. Говорю, не выгоняйте меня, пожалуйста. Я должен быть здесь. Он говорит, ну что с тобой делать? Говорю, давай будешь колонки таскать. И вот я так получил свою первую должность там таскателя колонок. И я колонки таскал вот к этим собраниям. И помню, мы в Барабинск приехали. Есть такой город недалеко от Новосибирска. И в этот Барабинск мы приехали. И собрание закончилось. Кал тогда не проповедовал. Проповедовал его переводчик. Альберт Вексер тогда его звали. Тюрп. Не, раньше он был Тюрпу, теперь Вексер. И вот он проповедовал. И там знаешь, как после собрания. Кто-то исцелился, кто-то не исцелился, кто-то не доисцелился. Кто-то хочет за него. Особенно помолились. И там вот его окружила толпа. Я быстренько соберу. У меня ответственность. Собираю эти колонки. Тащу эти колонки. И Альберт говорит, вот-вот Олег за тебя помолится. А сам куда-то побежал. Вот он... Я говорю, ну ладно, оставился. Зачем будем молиться? Он говорит, я слепой. Я думаю, у подстава. Сам не захотел молиться? Хитренький такой. Знаешь, у меня тут с колонкой... Ну, я уже так немножко был научен. Пути к отступлению приготовил. Знаешь, иногда исцеление приходит сразу, иногда не сразу. Иногда постепенно. Иногда как деревья люди. Иногда как они деревья. И вообще я спешу. У меня колонка. У меня моя ответственность. И так вот, знаешь, на отмашку. Во имя Иисуса Христа. Слепота уйди. Зрение приди. Все, поезд уходит. У меня очень важная миссия. Нас ждет уже другой город. Схватил эту колонку. Несу. Сделал шагов в 10. Он говорит, вижу. Я удивился больше его. Я тому брату, с которого мы тащили. Кому-ка неси. Не пристал тут великим ангелистам колонки таскать. Пошел. Знаешь, я думаю, он был на этом, в Крузиде, на этом собрании, там все только. И не исцелился. А кто-то с колонкой остановился и помолился, исцелился. Думаю, боже мой, а сколько чудес я в жизни пропустил. Бегая со своей колонкой, думаю, что это самое важное в моей жизни. Бегая со своим бизнесом. Бегая со своим служением. Бог, он в остановках. Если ты способен останавливаться. Иисус постоянно тормозил. Он, ну не было более занятого человека на земле, но он постоянно останавливался. И там, где он останавливался, происходили чудеса. Милость начинается с осознания. У меня есть на это время. У меня есть время для тебя. И для тебя есть время. У нас в Москве, вот это вообще-то, это как поговорка. Времени нет. Чего не общаемся? Времени нет. Чего не приезжаешь к гостям? Времени нет. Чего не звонишь? Времени нет. Времени нет. И вроде нормальный мужик, а злой. Почему? Потому что времени нет. Потому что слишком заняты. Хорошо. Третье. Я все время затягиваю свои проповеди. Ну, там Бог показывается в этих затягиваниях, как-то все равно. Третье. Написано, Иисус посмотрел на них со страданием. Будь способен смотреть дальше, чем просто поведение людей, чтобы увидеть их ценность. Знаете, все страны видели, что они возмутили спокойствие. А Иисус на них как-то по-другому смотрел. Вообще, то, что меня поражает, когда читаю Евангелие и читаю о поведении Иисуса, как много евангелистов именно описывают взгляд Христа. Вы обратили внимание? Очень часто именно они говорят, как Иисус смотрел. Скажем, помните пример Марка 10 глава, 21 стих, где к Иисусу приходит молодой юноша, богатый юноша, говорит, что нужно, чтобы жизнь вечную наследовать. И написано, Иисус посмотрел на него как? С любовью. Иисус посмотрел на него с любовью. Заметьте, там не сказано, это не было как в шекспировской пьесе. Иисус посмотрел, я смотрю на тебя с любовью. Он просто посмотрел на него, и человек, который со стороны видел, как он смотрит, он говорит, нет, что он просто посмотрел. Да не просто посмотрел. Это будет неверно, невистино, неправда. Это будет половинчато, если я скажу, что он просто посмотрел. Он на него смотрел непросто. он смотрел на него и он его любил а как это может быть видно оказывается то можно видно будет видно со взгляда вот взимы я вернусь сегодня же вечером вернусь в москву москву наверняка меня там в понедельник спросят как там посольство иисуса в нижнем новгороде могу ему сказать что этот пастор ты бы видел как они друг на друга смотрят можете друг на друга посмотреть так вот чтобы я со стороны на вас смотрю вы не просто смотрели друг на друга вы с любовью друг на друга смотрели давай порепетируем уже учимся любить как любил иисус можно своего соседа посмотреть с любовью работает у некоторых получается у некоторых на половину а некоторые забыли когда друг на друга смотрели и что-то в этом взгляде что было во взгляде христа то как иисус смотрел это меня на жизни людей он мог посмотреть на петра петр пойдем за мною и петр мог бросить свои сети свои лодки просто этот взгляд такой что было особенного взгляде иисуса что меняло жизни людей давала им надежду давала им счастье радость меняла и все это взгляд безусловного приятия я принимаю тебя такой какой то есть это безусловное внимание мужчины часто мучаются что подарить женщина на 8 марта на на 23 февраля день влюбленных когда у нас там ну в общем на день влюбленных там на на подари свое внимание внимание это самый дорогой подарок который ты можешь кому-то подарить почему после когда ты даришь свое внимание ты даришь свое время а когда даришь свое время ты даришь свою жизнь для детей самое слово любовь равняется слово время внимание проведенное с ними это когда мы недооценим когда ты смотришь сквозь человека ты общаешься с кем-то смотри был такой мне часто приглашают на эти всякие званные там обеды эти вот с правительством еще что ты ходишь это знакомишь с чиновником он сквозь тебя смотрит и нет нет ничего дороже когда у тебя с минуткой с каким-то дорогим человеком а он тебе дарит свое безусловное внимание глаза в глаза у нас недавно была конференция вместе с рекренером в челябинске вместе проповедовали он делился своей историей это у них был с денис юбилей небольшой там или 35 лет по моему совместной жизни его денис что тебе подарить на наш юбилей что ты хочешь хочешь кольцо с бриллиантом хочешь поездку там в турцию в испанию хочешь что хочешь она год на меня посмотрел это год рик подари мне 10 минут в день твоего безусловного внимания где бы мы сидели за столом ты смотрел мне в глаза я тебе я бы ты не писал свои книги не разбирался своими пасторами делал бы то-то просто безусловного внимания я понял что я что-то важного недопонял жизни когда ты даришь свое внимание ты даришь свою жизнь нет ничего дороже внимания у нас тоже есть наш взгляд у иисуса был взгляд понимаешь безусловного приятия и на наш взгляд мы когда мы смотрим мы оцениваем друг друга у нас такой знаешь свой чужой там свой чужой такого особенно когда я лечу самолит там главный вопрос кем работаешь если ответ правильный банкир юристом повезло повезло что интересно повезло давай поговорим мой а ассенизатор то есть пересесть куда там потому что мы сигналы ты-тын-тын-тын-тын у иисуса не было такого посылал на закфе год мой он справил на эту женщину сказать что это моя моя мой они еще не найдены одни найдены другие не найдены у него был взгляд тут как у любящей мамы который принимает тебя таким какой ты есть не оценивающий взгляд там достоин меня не достоин приходите все ко мне жаждущие и этот взгляд менял людей у нас тоже свои взгляды кто-то гордится им критичным взглядом я такой перфекционист как сразу все неправильное увижу куда не зайду сразу вижу и в нем вот он не так одел то не так сделать вот зашел сюда вот не ту ноту взяли брат не для тебя пели как бы иногда мы такие перфекционисты критический взгляд никого не поменяет к лучшему у кого-то есть взгляд такой знаете небрежный взгляд или безучастный взгляд ты был и не понял а что ты тоже там был а кто проповедовал то а ну да ты ничего ты зашел как бы у кого-то надменный взгляд да чё я там не слышу это пастор я знаю чё ей надо да я знаю чё им этим детям надо да я знаю чё моему мужу надо да я знаю чё моей жене надо если б ты знал вы так не жили твой неправильный взгляд этот взгляд написано когда иисус смотрел на толпы людей что написано жалился думаю когда я вижу толпу людей меня толпы взгляд приходишь вошел вошел толпа на кассе а пойдем отсюда что что я понял и что-то с нашим взглядом каким взглядом смотрим мы критичным поэтичным правильным неправильным знаешь внимание самый большой подарок и вот почему люди часто происходят даже дети твои они чувствуют им нужно твое внимание я об этом говорил и они готовы на что угодно дабы получить это внимание ты пришел в гости кому-то у вас интересные без один дети мешают он так и хочет чтобы ты на него обратил внимание это еще раз здесь появитесь получили еще лучше не появится я готов получить только обрати на меня внимание мне нужно твое внимание как кислород для детей внимание и любовь от одно и то же я готов быть побитым лишь бы обрати на меня внимание жены говорят они красятся зачем ты обратил внимание обрати дети приходят с рисунком обрати внимание обращать внимание это любить а любить это обращать внимание еще что делать христос четвертое знаешь что он написано спросил спросил спроси людей в чем их нужда а не делай вид что знаешь знаете то что меня потрясает служение христа что он постоянно спрашивал людей он будучи всемогущим всеведущим богом мы в других местах читаем что он знал помыслы фарисеев саддукеев и все остальное зачем он людей спрашивал ты же бог иисус мог бы там поиграть в эту игру пророчество так ребята молчите молчите не говорите что вы хотите сейчас действие дров духа 100 будет в действии чувствую вы хотите сказать что вы хотите зрение правильно видите пророчесть я пророк иисус зачем спрашивать слепых чего им надо это что не очевидно разве непонятно зачем а потому что оказывается спрашивать это любить а любить это спрашивать быть заинтересованным в человеке потому что он позволяет тем у которых боль устанавливать тему разговора он не только тех слепых спрашивал он у расслабленного спрашивал тот 30 лет 38 лет лежит там в ефезде ага что ты хочешь сразу непонятно чего я хочу но это так важно спрашивать он позволяет тому у которого проблему которого боль устанавливать тему он не так молчите я знаю я позабочусь я все знаю чем я могу тебе послужить когда ты научишься задавать вопросы ты научишься лучше любить ты не придуряешься что ты знаешь а просто спрашиваешь почему важно спрашивать потому что вопросы открывают сердца людей библия говорит в притчах 20 глава 5 стих написано помыслы в сердце человека глубокие воды но человек разумный вычерпает их написано в каждом из нас из огромный глубокий колодец но только мудрость может из этого колодца черпать как ты черпаешь из этого колодца задавая вопросы просто интересуя жизнь других людей лишь да я знаю чё тебе надо я знаю не знаешь спроси почему часто романтика уходит ой раньше могли часами разговаривать тем и надоели друг другу нам не о чем поговорить пастор сидим даже вечером решили вместе провести вечер и говорить не о чем конечно если ты не заинтересован научись задавать вопросы дорогая а как там было в детстве о чем ты мечтаешь и не просто знаешь не закрытые вопросы на которые можно эти да или нет особенно мужчина там как дела открытые вопросы хочешь чтобы она в оморок сегодня упала просто заявил чем я могу послужить тебе сегодня о чем ты думаешь чего ты боишься а что тебе больше всего понравилось за наши 30 лет жизни а что где обидел тебя а что ты хочешь это можно такого накопать этими вопросами это можно по на открывать себя совершенно задавай вопросы вопросы открывают сердца людей интересоваться значит любить любить значит интересоваться когда вы спрашивали искренне друг о друге не удивительно что романтика ушла и в розу завяли ты не учишься любить интересно мы спросили нашу дочку однажды а наши детей мы собрались вместе дети а что вам больше всего запомнилось из вашего детства я я думал что я знаю ответ я думал ну можно мы так как я постоянно в разъездах где-то меня дома нету постоянно и я знаю что я не додавал детям внимание времени но мы сюда приняли решение что мы никогда не экономим на отпусках мой отпуск это был мой отдача долго за год им потому что вот я копил копил чтобы куда-то их свести в отпуск в грецию в испанию в италию там в египет в турцию то есть по европе хотел бы чтобы у меня было такое детство я ожидал когда собрались ребята а что вам с детства больше всего запомнилось я думаю что скажет греция летали италия или испания и дочка выдала самое яркое впечатление с детства что каждый раз когда я приходила со школы мама встречала меня и говорила как прошел твой день для греции ну тоже было неплохо но когда вы интересовались моей жизнью